Здравствуйте, товарищи! Только так можно побороть инсулинорезистентность, метаболические синдромы, диабет второго типа. А как вы сейчас узнаете? Помните, метаболический синдром, а далее сахарный диабет второго типа, всегда начинаются с инсулинорезистентности. То есть состояние, когда инсулина в крови много, поджелудочная железа его еще продуцирует и вполне достаточно, но он не может провести глюкозу в клетке, которые становятся невосприимчивыми к инсулину в связи с механизмом, о котором я подробно рассказывал в своем видео «Инсулинорезистентность». Посмотрите его потом обязательно, ссылку я оставлю под этим видео. В результате в крови повышается сахар и инсулин, что приводит к воспалениям и сосудов, и любых органов и тканей. Норма инсулина до 5. Высокий инсулин – это всегда воспаление, слабость, утомляемость, апатия и один из факторов развития рака. Чем выше инсулин в крови, тем выше плохой холестерин в крови. То есть надо уменьшить инсулин в крови, и тогда плохого холестерина в крови будет меньше. Зависимость здесь прямая. Повышенный сахар и инсулин – это и быстрое старение организма, и сердечно-сосудистые заболевания, и разрушение суставов. Неправильное, неестественное питание вошло в традиции, в привычку и веру, что это норма. И в результате сейчас уже дети встречаются с инсулинорезистентностью. В наши дни только правильного питания недостаточно, чтобы убрать инсулинорезистентность и метаболический синдром. Физические нагрузки обязательны. Без этого почти точно не получится вернуть здоровье и убрать эти состояния. А мотивация изменить свое питание, образ жизни должны быть очень сильные. И, к сожалению, для большинства людей эта мотивация – угроза жизни. Ну, как говорится, когда петух клюнул. Но тогда будет гораздо все сложнее, сами понимаете. Поскольку выше запущенность состояния и ниже потенциал жизни остается. Поэтому не теряйте время, не теряйте. А тренировки открывают закрытые транспортные системы для глюкозы в клетке. В крови будет все меньше глюкозы. Вслед за уменьшением глюкозы будет и уменьшение инсулина. Вы снимаете нагрузку с поджелудочной железы, убираете повышенный холестерин, снимаете нагрузку со всего организма. Уменьшается чувствительность к инсулину, чувствительность рецепторов к инсулину повышается. Итак, длительные физические нагрузки раскачивают транспортные системы глюкозы. Надо убрать сахар и все продукты сладкие на вкус. Перейти на веганское кетопитание. Интервальное питание тоже снижает инсулинорезистентность. Нельзя есть на ночь вечером. Я оставлю вам под этим видео по одной единой ссылке, перейдя на которую вы увидите на страничке моего сайта youfrolov.blog плейлист по сахару, инсулину. Там все видео мои на эту тему, которые полностью раскроют ее досконально. Объяснят и ответят на все вопросы. И еще совет. 10 километров ходьбы каждый день, это правильно. Но помимо этого важны активные физические нагрузки. То есть кардионагрузки. Ну а кому-то подойдет хотя бы плавание и занятие йогой. Но обязательно в любом случае чередовать пассивные с активными интенсивными нагрузками. Можно велосипед, можно даже велотренажер. Не забывайте про это. И помните про два нюанса. Первое. Кардинальное изменение питания. Второе. Физическая активность. Активный образ жизни. Ну и третье можно добавить. Корректировка всего образа жизни. Ритмов, режимов. Я имею ввиду ритмы бодрствования и сна. То есть режим. Итак, кратко я все пояснил. А подробно, по ссылке, вы найдете все мои видео на эти темы. Все, что будет вам полезно и необходимо. Не поленитесь. Это ваша жизнь. А эти знания вам помогут точно. Смотрите. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео. Ставьте пальчик вверх. Проверьте свою подписку. И перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч.